Скамейки запасных. Барселона атакует Исаакуэнка, двигается с мячом по левому флангу, по штрафную, здесь Месси, скидка, Пудлар бьет Хави, 1-0. Вот так, четвертая минута, и мяч Хави позволяет со счетом 1-0. И также единственный мяч, тогда, правда, ударом с особым 392-м в национальном первенстве, и тогда Хави превзошел достижение защитника Барселоны Мигели, который, говорит, что Штиану, правда, есть еще и свой матч в запасе. Исаакуэнка здорово обыграл, подает штрафную, Месси бьет, штанга и мяч в воротах! Месси, Лео Месси забивает свой 232-й мяч в официальных встречах в составе Барселоны. И Лео Месси будет самым-самым результативным. Вообще, вот эта история с подсчетом количества мячей, которые были в активе, с этим образом Месси нужно было забивать 4, ну или 5 в одном вот в этом матче для того, чтобы... Авторный удар, стандарт, это просто мега шанс для Гранады, по тому, как сегодня идет игра, удар и гол! Вот так вот, капитан команды, Майнц, отыгрывает один мяч. Нам показывали, есть и те, кто симпатизирует Гранаде сегодня на Камп Ноу, а не Жерард Лепике, а вообще забил свои ворота. Нет, нет, все-таки Майнц. Чем не Диего Капеля, смотрите, убежал от Дани Алвеса. Ну а что дальше? А дальше пенальти ставит арбитр, вот это да! В этом матче появляется интрига. Барселона может пропустить два мяча за 15 минут второго тайма. Как знать, может и такая мысль проносится сейчас в голове, но пенальти правда был. Дани Алвес как-то, ну совсем непонятно сыграл в этой ситуации. Очень здорово подставился Дани Бенитос, но это ни в коей мере, мне кажется, не отменяет и не ставит под сомнение решение арбитра. Дани Бенитос был сбором. Хорошо пробил Секейра. Увидел, что Вальдес, который фактически даже с МС не заканчивается ударами по воротам. Ну а здесь надо молчать. Вальдес, который фактически даже с МС не заканчивается ударами по воротам. Вальдес, который фактически даже с МС не заканчивается ударами по воротам. Ассистенту, в смысле и главному арбитру, не давает свисток. Месси был на линии офсайда. На грани офсайда, на одной линии с защитником гранаты. Хотя более детальный просмотр может и заставить в этом усомниться. Но, честно говоря, сейчас делать это не хочется, тем более нам и повтор. Подобно не предлагают. Лео Месси забивает 233-й мяч в официальных встречах в составе Барселоны. И обгоняет Сезаро Родригесу в сторону его ворот от своего партнера. Какая атака! Какая атака! Какая передача Иньесты на Лео Месси и гол Тельо. Да, повторяется абсолютно. В первенстве не забивала со времен поединка против Валенсии. Закончившегося 5-1. Ну и 7 было в Лиге Чемпионов. 5 из них на счету Месси. Здесь, конечно, ему не запишут голевую передачу. Но смотрите, как технично пробил Тельо. Ну, передача Иньесты. Его в старте так часто выпускает. Браво! Браво! Хэт-трик. 5-2. Лео Месси. И тут подпись его. Ш-ш-ш-ш-ш. Отличный плакат. Голевой пас Дани Алвеса. Ну а Месси в таких ситуациях разбирается, пожалуй, лучше всех в мире. Ну и как теперь? И пас на Дани Бенитос сам. Тому бы только со своей скоростью совладать. Но как вот сейчас Дани Бенитос не поднял го... Еще один пенальти! Вот это да! Дани Алвесу желтая карточка. Что там, мяч в руку ему попал? Чудовищная потеря для Барселоны. Она будет играть с Мальоркой в гостях. А Дани Алвес получит возможность передохнуть перед матчами Лиги Чемпионов. Ну не знаю, мне кажется, что... Так или иначе, Гильермо Секейро второй пенальти в этом матче. Но Гильермо Секейро пижонит. Пижонит и так же уверенно, как и в первый раз, в лицо этому человеку. Правда? Ну а те, кто так думал, поздравляю с выигрышем. 8 голов. Идет последняя минута.